Всем привет, господа и дамы, это ТСН Точнее, меня зовут Александра Орлова. Как-то слишком официально для этого формата, поэтому можно просто Саша или Санька или Саня, как душе угодно, но за Шурочку и Шурика я буду слать персональные проклятия, сразу предупреждаю. Все это не важно, важно то, что я для вас вообще-то новости подготовила, поэтому давайте-ка обсудим, что интересного произошло за прошедшую неделю в стране, области, о возможной мире. Поехали. Скажу честно, я не то, чтобы мечтала, но по крайней мере очень сильно хотела, чтобы в ТСН Точнее появилась рубрика «Киберспорт». И вот кто бы мог подумать, что наш губернатор подкинет подходящий для этого инфоповод, и все мои хотелки сбудутся. Итак, Александр Мор принял участие в киберспортивном матче по World of Tanks, который прошел в рамках онлайн-турнира на Кубок губернатора нашей области. В пати, то есть в команду главы региона, вошли президент Федерации компьютерного спорта России, известный тюменский киберспортсмен. Кстати, сам губернатор отметил, что он впервые решил попробовать себя в этом виде спорта. Вот это я понимаю. Эффектный старт на соответствующую аудиторию. За танковым сражением наблюдали более 16,5 тысяч человек. Стрим явно удался. А я лишь добавлю, что Тюменская область входит в первую десятку регионов России, где создают площадки для проведения официальных соревнований по киберспорту. Ну а турнир на Кубок губернатора завершится сегодня. Самое главное, что не сухую. Один бой мы выиграли. Я благодарю моих партнеров по команде Дмитрия и Дмитрия. Благодарю наших соперников. Они не поддавались. Все было по-честному. Хочу пожелать всем участникам нашего турнира успехов. Я хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Смита за поддержку и за наше сотрудничество. Тюмень будет бороться за звание киберспортивной столицы России. Я уверен, что мы и своих спортсменов скоро вырастим. Но в любом случае будем создавать такую позитивную атмосферу, позитивную повестку нашего развития, включая в орбиту не только классический спорт, но и киберспорт, у которого, безусловно, большие перспективы. Я хочу всем, тем, кто увлекается киберспортом, творческого развития, успехов в жизни. Всем большое спасибо за интересные и очень такие новые для меня эмоции сегодня в игре. Не знаю, будем ли мы завтра вечером тренироваться, как Дмитрий предложил, но совершенно точно, что это не последний раз. Сегодня воскресенье, до Нового года менее двух недель. И, наверное, пришло время подводить какие-никакие итоги. Согласитесь, этот год был эпичным. Есть такая традиция в новогоднюю ночь, пока бьют куранты, писать свое желание на маленьком листочке, поджигать его и пепел бросать в бокал шампанским, газировкой, тот, кому что больше нравится. Спасибо, но больше такого не надо. Я напишу что-то вроде этого. А может быть, напишу спасибо доктор. И не я одна. Ну, медики – это главные герои этого года, согласитесь. Или не соглашайтесь, но меня вы точно не переубедите. Хочу напомнить, что проходит акция, которая называется «Спасибо, доктор». Я думаю, многие из нас о ней слышали. Радик Хуснудинов в 12 часов был в экипировке врача «Красная зона». Эдакий эксперимент-перформанс. Но тюменцы надели одноразовый комбинезон, противомикробный респиратор, защитную маску, нарукавники и перчатки. Было очень сложно много писать и очень сложно вот эти как раз физические действия непрерывно. Потому что люди, как раз находящиеся на красной зоне, они мало отдыхают, соответственно, и очень много работают для того, чтобы спасать жителей, спасать жизни людей. Наши врачи – это герои. Это люди, которые с огромной силой, с огромной выносливостью, огромным характером, изо дня в день, находясь вот в условно, как я сейчас, вот демо-версия была у меня. Я понимаю то, что они прям заслуживают больше, чем слова. Они заслуживают какой-то больше, великой какой-то благодарности. Не знаю, возможно, я бы сошла раньше с трасса. Но это действительно нужно определенные навыки иметь в таком ритме, целый день проводить. А еще тюменские медработники успели бесплатно покататься на коньках. Причем и сотрудники больниц, и студенты-медики. У нас у самих медик на катке работает. Я понимаю, что эти люди реально очень много месяцев уже трудятся на пропалу. Мы регулярно придумываем какие-то мероприятия. Я думаю, для медиков мы еще сделаем, ну, не знаю, может быть, Новый год. После новогодних праздников обязательно сделаем еще какое-нибудь мероприятие. В середине января, допустим. Да, вы можете сказать, что все это просто красивые жесты. Или есть еще одно мое любимое распространенное мнение в социальных сетях. Решили попиариться за счет врачей. Выбор ваш. Но еще вы можете сказать спасибо при встрече, когда будете в поликлинике. Либо написать комментарий под этим видео, либо в любых других социальных сетях. Простое, казалось бы, понятное каждому из нас детство слово творит чудеса. Я уже проверила, теперь очередь за вами. Ну и раз уж мы говорим о итогах, то произнесу фразу, которую все, наверное, очень долго ждали, и которая радует наш слух. 2020 подходит к концу. Но спешу заметить, что делает он это очень эпично. Ну вот, например, в Петербурге на этой неделе... Ох, как бы это описать. Женщина решила прокатиться на автобусе вместе с уличной скамейкой. И искренне недоумевала, чем так возмущен кондуктор и почему так сильно удивлены остальные пассажиры. Я могу очень долго смаковать эту новость, но лучше покажу вам видео. Спойлер, без мата, культурная столица все-таки. В сети, кстати, подозревают, что это видеопостанова для проходивших в Петербурге съемок. Если это так, то фильм или сериал я просто обязана посмотреть, хотя бы ради этой сцены. Ну а теперь немного о погоде. Зима пришла в себя и решила, что хватит нас холить или лейте. Сегодня с утра было минус 19. Ну, если верить тому, что показывала моя машина. Давайте-ка проверим, насколько это правдивые прогнозы. Я открываю сайт Метеонова и продолжаю эксперимент по поиску самого правдивого прогноза. Итак, с утра и правда было минус 19 градусов. Это минимум, а максимум будет минус 11. Вроде бы и не критично, но не на те цифры мы смотрим, друзья. Ощущаться этот максимум будет как минус 23. Почувствуйте разницу. Ветер преимущественно юго-западный до 12 метров в секунду. Переменная облачность. Правда? Ну, хорошо. Допустим, я поверю. Снега нам сегодня пожалели. Его не будет совсем. В общем, одевайтесь потеплее, если уж решились выйти из дома. А если у вас в планах целый день под одеялом проваляться, то я искренне завидую. Полежите еще и за меня. Договорились? Ну и на финал специально для вас лучшая, как по мне, новость за декабрь. Хотя есть в ней пара моментов, от которых меня, скажем так, бомбит. Причем нормально. Сначала о хорошем. Неравнодушные жители России, и в частности Пермского края, помогли спасти от убоя лошадь по имени Лесть. Для выкупа собрали около 60 тысяч рублей всего за три дня. В прошлом Лесть участвовала в скачках, но сейчас ей уже 17 лет. Травмы и частые роды стали причиной того, что лошадь решили отправить на убой. В середине ноября руководителю конно-спортивного клуба Black Horse Лилии Кузнецовой позвонил мужчина, который занимался покупкой коров и лошадей на мясо. Он и предложил выкупить Лесть на решение всего полтора часа. После того, как лошадку выкупили, она два дня не вставала на ноги. Ее тело было покрыто гематомами и ссадинами. Ее нещадно эксплуатировали. Лесть возило очень много детей. Были запущенные травмы, которые не пролечили. Есть у меня пара вопросов и пожеланий всего наилучшего для прошлых хозяев. Да, вы можете сейчас закатить глаза и даже утомленно вздохнуть. Опять эта ведущая за все живое на свете переживает. Если вы так и подумали, мой совет. Переключитесь прямо сейчас и не грузите свою голову бесполезной информацией. Только токсичные флюиды будете распространять, почем зря. А для тех, кто мою точку зрения разделяет, спасибо, что вы есть, дамы и господа. Многие просто спрашивают, негуманнее ли было все-таки ее зарезать. Наверное, нет негуманнее, потому что лошадью очень большое желание жить. То есть она, во-первых, встала за такой короткий промежуток времени. Встала на свои ноги и терпит все манипуляции, которые мы с ней делаем. То есть мы капаем ее по два часа в день. Это какие-то массажи. Это шагание два раза в день по 30 минут. То есть час в общей сложности. Она, повесив голову, идет куда-то. Это все какие-то случайные истории, которые не дают просто пройти мимо. То есть первую лошадку мы купили в 2014 году. Тогда просто проезжая мимо колхоза, так скажем, мы зашли посмотреть лошадок, пощупали. Я у них спросила, это кто у вас бегает. Они сказали, это будущий шашлык. Вот наша первая лошадь появилась именно так. Придет время, когда люди будут смотреть на убийцу животного так же, как они сейчас смотрят на убийцу человека, сказал Леонардо да Винчи. Ну, если, конечно, верить интернету. Лично пообщаться с ним у нас не получилось по техническим причинам. Я не хочу разочаровывать гения, но, кажется, это время до сих пор не настало. Но пока есть вот такие вот лилии и люди, которые пожертвовали свои деньги, причем неважно, какую сумму, чтобы спасти жизнь, мир не безнадежен. Хотите поспорить? Welcome в комментарии. Ну, а я всех люблю и крепко обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.